Итак, ребята, интересный объект. Вот такая вот квартирка. Здесь у нас будет живая изгородь. Будет она живая, либо будут искусственные цветы и растения. Я пока не знаю. Мы еще с хозяином и с дизайнером это обсуждаем. Дальше. Встроенные здесь светильнички вот такие вот гипсовые. Очень круто смотрятся. Сейчас я вам покажу, как они светят. На полу везде керамогранит во всех помещениях. Везде установлен теплый пол. Выполнена новая электрика. Везде установлены новые автоматы. УЗО, реле напряжения. Сюда будут выводиться все трансформаторы. Они будут крепиться на специальную охлаждающую пластину. Это будет в шкафчике. Дальше. В ванной комнате у нас вот такая вот облицовочка. Плитка тоже. Это керамогранит. Вот такая вот ванна. Дальше. Унитаз у нас встроенного типа. Причем обратите внимание, что здесь унитаз установили бачок встроенный заподлицо полностью со всей стенки. То есть здесь нет никаких уступов, никаких ниш. И вот так вот это все выглядит лаконично и аккуратно. Примыкание к ванной сделали минимальным зазором. То есть никаких Т-шек, никаких Т-образных там или угловых каких-то планочек здесь не будет. Вот такая вот здесь красота. То есть везде заделано все силикончиком. Минимальный зазор. И выглядит это очень круто, согласитесь. Стены все покрашены канадской краской. Кстати, установлены классные выключатели немецкой компании Junk. Серия LS. Это самая дорогая серия. Самая топовая. Очень четко включаются и выключаются. Большие крупные клавиши. Очень удобные. Вот такой вот ремонт. Мы обязательно вам покажем окончание ремонта. Здесь будет мебельная панель. Здесь будет, как я уже говорил, живая изгородь. Тут у нас гребенка теплого пола. Все-все выходы у нас оказываются здесь, на этой гребенке. Труба для теплого пола и вообще трубы, которые в этой квартире использованы, это трубы Rehauf. Все очень высокого качества. Вот такой вот шикарный балкон на этой квартире. И будущий магазин Kaufland, который здесь как на ладони. Ну и практически часть Московского проспекта. Вот такая вот красота. А вы что думаете об этой квартире и вообще о расположении этой квартиры в комплексе Oasis? Напишите в комментариях.